Всем привет! У нас сегодня 1 сентября. Всех родителей, школьников и школьников, и студентов поздравляю с этим праздником. Начало учебного года. Не знаю, насколько, конечно, это праздник, но в любом случае поздравляю. В общем, мы сейчас находимся в западном округе Краснодара, и я пойду сегодня прогуляюсь по саду ботаническому имени Косенко. Мы сейчас идем по улице Красных Партизан, прямиком к саду. Сегодня у нас погода, как всегда, жаркая. И вот уже сколько у нас? Часов, наверное, 12 сейчас есть. И уже печет так прилично. Поэтому я иду в сад, потому что там будет тенек, и там можно будет хорошо провести время. Вот мы сейчас идем, кстати говоря, рядом с дорогой, и здесь очень тяжело дышать. Вот эти все выхлопные газы, прям неприятно. Огромное количество машин, поэтому не очень комфортно здесь находиться. Почему здесь столько машин? Потому что это один из въездов в Краснодар, и сюда, по этой дороге, все едут в город. Те, кто, например, работает в городе, а живет за городом, они вот проезжают этот микрорайон. Поэтому он достаточно такой шумный. Перед входом в сад есть платная парковка. Можно оставить свою машину здесь, как это вот делают люди. И вот можно взять напрокат, самокат покататься, наверное, велосипеды вот есть. Ну что, заходим. Написано, что сад создан в 1959 году. Здесь на его территории разные растения. Я, насколько знаю, они по разным блокам расположены, участкам. Вот даже при входе есть такая табличка, где какое семейство расположено. Сюда любят ездить гулять люди как бы с семьями, с детьми точнее. Здесь спокойно, красиво. Наверное, самой моей любимой здесь частью будет зона с хвойными деревьями. Осталось ее только найти. Это как такое, знаете, маленькое воспоминание о родине. Красивые здесь очень аллеи. Я здесь была поздней осенью. Когда уже, правда, листьев практически не оставалось на деревьях. Но вот я вечерком вот так прошлась. Тут как бы горят фонарики. И очень красиво, атмосферно. И главное, спокойно. Здесь вот немножечко не хватает табличек, чтобы вот обывателям знать, мимо каких вот видов деревьев они проходят. Я вот, допустим, не знаю. Ну вот что это? Это тополь или нет? Не тополь, акация. Вообще похоже на акацию. А может и нет. Большая. Вкусно. Подбиваем тихо. Здесь, видимо, люди еще устраивают пикнички, приносят с собой какие-нибудь пледики, что-то на перекус и отдыхают. Впереди такая группа людей. Я даже не знаю, что они там делают. Какой-то детский сад. Взрослые вместе с детьми. Может быть, празднуют первое сентября. Ну да, точно. Очень похоже на такой вот культурный отдых в честь Дня Знаний. Фруктики. Пиццу взяли с собой. С мячом играют дети. Здорово. Вот у нас и зона с хвойными растениями. Прямо как на Урале. Столько листьев уже нападало. Как будто уже октябрь или ноябрь. Друзья, берите себе на заметку, что здесь можно кататься на велосипедах, приезжать. И также можно устроить семейный пикничок. В осеннее время парк Косенко работает с 8 до 6 вечера. Я вот здесь сейчас стою, и вы просто не представляете, насколько здесь приятно пахнет хвоей. просто я делаю такой глубокий вдох и наслаждаюсь вот этими ароматами. Как какие-то эфирные масла, друзья. вот поездки. Вот здесь мы. Давай, вот здесь вот. Так себе, крутая горка. Вот позади меня даже люди принесли гамаки, повесили. вообще отличная идея. Это вообще круто. Можно даже не на земле, а на гамаках лежать. Иду, иду, а тут конь. Вот это уже очень похоже на акацию. Посмотрите, какие огромные колючки. Это сколько сантиметров и так все дерево усыпано такими колючками. Еще вот увидела интересное растение, похоже на барбарис. Кто знает, напишите, что это. Посидела я уже в ботаническом саду и решила дальше пойти гулять. И вот по всему Краснодару есть такие вот везде стенды, на котором развешаны разные объявления. Я никогда на это внимание не обращала, но тут подумала, вот почему не посмотреть. Какие-то ежедневные поездки на море, как сдают комнату, кредит, работы. Вот так вот. Такое вот у нас здесь распространение. практически на каждой остановке. Вообще, ботанический сад имени Косенко принадлежит Кубанскому Аграрному Университету. И вот я сейчас подошла к его территории. Можно пройтись, посмотреть, никогда вот не была. Интересно. А вот и центральный вход Кубанского Государственного Аграрного Университета. Перед его дверями располагается Аллея Славы с сотрудником университета, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Мой вуз вот такой большой территории, к сожалению, похвастаться не может. У нас всего лишь там маленький скверик, пару лавочек и все. А тут прям целый городок. Здесь пока спокойно, но с завтрашнего дня, когда начнутся занятия, здесь будет очень шумно. После Кубгау я вышла на улицу Академика Трубилина и теперь направляюсь в сторону какой-нибудь остановки, чтобы уже добраться до дома. Здесь такой интересный райончик, тут перемешку частный сектор и вот такие вот пятиэтажки, потом небольшие магазинчики, что-то для машин, какие-то детали и достаточно шумно. Улица Мичурина, улица Вторая линия, какие-то вот старые дома здесь. Академика Трубилина Следующая остановка улица Брюсова. Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Продолжение следует...